ну господи благослови мы отправляемся в рулетку добрый день во славу боже мы проповедуем христа распятого воскресшего чтобы люди жили для бога для бога не были врагами друг ты согласен с тем что господь един ты согласен что господь един 11 господь един во всем мире 1 и он сын с божий умер за наши грехи чтобы привести нас покаянию мы миссионерская поездка была мы были 6 мусульманских республиках прошли турцию и мы видели какой-то народ хороший как они женщин берегут а у нас тут община православная и у нас одеты также женщины и все говорят вы как мусульмане хенджабе приятно посмотреть все повторите еще раз слава богу что ты живой здравый приехал да мы проехали до лиссабона прошли скандинавию и везде встречались с людьми говорили о боге привезли им всем подарки книги у меня 38 книг вышло из печати о боге о вечности славная можем ответить на ваши вопросы сказать о наших ресурсах где вы можете все ответы найти у нас очень большой youtube канал называется во свете библии открытым оком во свете библии открытым оком игнатий лапкин задавайте давайте когда бензин подарок подешевлеет россии когда бензин подешевлеет в россии мы этим вопросами не занимаемся но скажем так вопрос один поставь машину на прикол и бесплатно будешь намного дешевле в автобусе у меня кроме велосипеда за всю жизнь ничего не было я прожил жизнь и много у меня 5 детей что мне делать в автобусе с ними ездить знаете у вас сколько детей а у меня 100 детей я начале детского лагеря 45 лет и ничего нету и мне все помогали и милиция и прокуратура все без помощи государства тысячи детей пришлось поднять у меня и мусульмане были и православные сектанты и вам помогали милиция прокуратура а нам никто не помогает наше время вот так потому что я на бога надеялся у меня ничего нету пенсия у меня вот страна такая без ругани только вот у меня пенсия сейчас за 35 лет стажу 7000 141 рубль 303 копейки и я живу не ропщу благодарю бога ну вас вам помогает но господь располагает сердца где горит и голодным не ляжешь спать у нас деревню строим православную с нуля у нас своя картошка овощи впервые вот живем в городе и нам никто не помогает вам но надо в деревне ехать значит кошку и едим ее и лук растим и салат и помидоры и капуста и и в итоге ну что надо молиться бывает я вот раньше работал на двух работах всегда я печник был мне не давали работать по специальности я был прораб верующий а меня по тюрьмам гоняли и поэтому мы многое перетерпели от той власти но мы никогда не ругали и не проклинали молились только я нарухнула как сатанинский режим ну бывает ну ладно здоровья вам храни вас господь с богом заходите наши ресурсы то можем скайпе встретиться открытым оком во свете библии заряжите себе игнати лапкин с богом хорошо спасибо ну все уходим ну стоп нажимайте в аду не оказаться я уже был в смерти и не буду больше там быть ну а что бороду бреете почему бороду почему бреете это я ее ни разу не брею не брею еще молодой да да молодой но смерть смерть видел понятно у вас библия то дома есть нет не желаю такого даже видите извиняюсь но вы камеру уберите потому что это стремнит всех они от вас уходят нет вот скажите вы идете на улице там подходит снимает там и вы что прятаться будете под под лестницу где-то мне а мне зачем это я скажу просто уберите камеру камера не убирается она везде все пишет хорошие слова даже для других остаться мы говорим о спасении души вы еще алименты потери кому-то не платите прятаться зачем мы говорим о христе о спасении о боге о вечности да мне уже такое предлагали что говорят о и горе а сейчас об христе и смысл какой все смысл какой смысл такой что мы должны узнать путь спасения евангелие от я на 14 6 говорится я этим путь истинной жизни христос говорит и поэтому если человек не уверен во христа что за него умер он пойдет в ад гнев божий на нем и мы вышли в эпир чтобы людей познакомить с этим путем спасения который называется иисусом христом извиняюсь но я пойду дальше ну смотри вот и дай бог здоровья дай бог вы в это верите что господь иисус христос умер за нас здоровья нам всем здоровья за милых душ тем более мы сидим в тюрьме страдаем блин сидим в женском монастыре когда тогда тюрьма была такие таком месте сидим захват еще в тюрьме разрешают выходить в интернет не знаю когда я был в тюрьмах то они разрешали даже позвонить нельзя было куда будет дедуля откуда дедуля на вот смотри у нас то видишь как у лава гляди какие нары ну вижу там что такое да вот мы пришли сказать людям что приближается пришествие христова чтобы люди уверовали него и кто не будет веровать будет осужден вы не курите только не курите когда разговариваем не курить у нас это не положено тогда разговаривать да потому что вы через домовую завесу ничего не видите еще не нуждается вот здесь дверь вот здесь дверь вот вот здесь дверь поехали мы православные люди возвещаем путь спасения чтобы люди жили ожидая христа он есть путь истинной жизни у вас в коране написано иса иса это наш иисус у вас вопросы духовного порядка есть какие-то как спасти душу свою а вам сколько лет не 16 а ну наши совершеннолетние с вами можно разговаривать без родителей да мы православные проповедники выше людям рассказать о благой вести что иисус умер за нас и ждет нашего покаяния чтобы мы жили по евангельским заповедям а я это я мусульманин ну и что что мусульманин на сутта божия все равно же предстанете а вы коран считали коран считали коран коран да еще но и там написано иса иса это иисус ну допустим да не допустим а точно говорится марьям но вот смотрите я я так утверждать не буду потому что правда я не знаю вот у вас написано ибрагим а это авраам авраам сулейман это соломон то есть у вас написано абрама это и враги да это у вас ибрагим это одно и то же имя как у нас иван а по английски джон это одно и то же имя но понятно и поэтому мы проповедуем иисуса христа распятого воскресшего и грядущего судить мир вы желаете побольше узнать из евангелия инжил она вас в коране называется инжил инжил евангелия она упоминается у вас ну допустим ну допустим да и что дальше но дальше то что не просто надо знать а надо уверовать во христа если человек не верит он не нужен на земле он просто напрасно воздух портит господь грядет как написано мне приходил если вы так говорить типа а может мне ответить на один вопрос давайте смысл жизни что оставить надо после себя что смысл жизни что после себя стоит после себя ничего ты не оставишь кроме доброй памяти если ты во христе живешь а у лидика которые не верят они оставляют после себя один срам и стыд надо заботиться так чтобы люди подражали нам пример ты жил по западу евангелия смотрите я я не говорю лично про себя есть люди например атеисты да которые не верят ни в кого то есть они просто зря прожили свою жизнь это безумцы написано сказал безумие сердце своем нет бога это люди безумные они совершают революции убийства миллионы людей погубили это гитлер сталин ленин то все оттуда идут понятно откуда узнать то что гитлер сталин и ленин ну а так как они гнали верующих верующих преследовали подняли руки на божие избранные народные евреев и они погибли все как отвержены я не буду это галип что я честно этого не знаю а вы узнаете евангелие дай-ка библию сюда я вам сейчас покажу главная книга у нас какая есть это слово божие смысл смысл вы делаете это в чат рулетки и говорите это смысл что вы здесь в чат рулетки об этом говорите а как же сколько людей приходят к богу вот меня прошлые годы советская власть преследовала я был в тюрьмах в лагере и там молился исследователь обратился заключенные каялись они теперь не убивают не воруют у них идет жизнь во христе а стоило ли говорить они говорил бы ничего и не было когда человек выходит проповедовать это семя сеять и сеять одно упадет при дороге честно вот но типа но по сути же это я так не думаю но просто некоторые люди могут почитать за пропаганду ну и что вы знаете есть проповедь это пропаганда проповедь это правда вы есть статья какая у нас свободное исповедание нет статьи такой это конституционное право я путину послал материал у меня 38 книг вышло насчитано и книги в центральной библиотеке ленина везде подарил такой статьи нету наоборот это конституция дает мне право такое проповедовать высказать свое мнение по любому вопросу снимать я хочу ладно спасибо вам за общение на храни вас господь наш большой есть ресурс youtube называется открытым оком во свете библии богу нашему слова во веки веков аминь просит приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке twitter и одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на на нашем канале а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос с богом